Данный сюжет выходит в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни – это норма». Не стареют душой ветераны спорта. Фокина прошел турнир по мини-футболу среди спортсменов старшего поколения на приз главы городского округа. Матч между фокинской командой «Восход» и «Дунайским стартом» завершил пятимесячный спортивный марафон. Футбольный бум переживают Фокина поклонники самой массовой и самой популярной в послевоенное время игры. Второй год подряд в городском округе проходит чемпионат любительских команд по мини-футболу на приз главы города. Турнир стартует ранней весной и завершается лишь в октябре. Особенностью этого сезона стало участие в соревнованиях команд старшего поколения. Всего в турнире участвовало четыре команды на протяжении. Это три команды города Фокина и одна команда поселок Дунай. А кто ветераны, а не кто? Наши всем местные жители – это работники и автопарков, и служащие в полиции, и работающие люди в администрации, и с разных военных частей. В течение сезона футбольный матч проходили каждую неделю. Мастера кожаного мяча боролись за право выйти в финал. В итоге сильнейшими оказались фокинская команда «Восход» и «Дунайский старт». Игрокам именно этих команд и предстояло сыграть в финальном матче, завершить многомесячный спортивный марафон ярким аккордом, красивой, захватывающей игрой. И ветераны полностью оправдали ожидания болельщиков и любителей футбола. Привыкли с детства заниматься спортом, футболом. Поэтому сейчас играем в своей ветеранской лиге, сегодня финальная встреча. И показываем молодежи пример, что в таком возрасте можно любые, говорится, спортивные достижения по силам. Первый тайм, который продолжался 20 минут, завершился победой дунайцев, благодаря точному удару нападающего команды «Старт». После перерыва противники почувствовали вкус игры и порадовали публику серией напряженных атак. Однако яростное противостояние соперников завершилось боевой ничьей 1-1. Учитывая общую сумму набранных в ходе турнирных матчей очков, победителем первенства стала команда «Восход». Самое главное – участие, получить удовольствие от игры. Мы не столько приходим сюда за медалями какими-то, получить удовольствие, поиграть, встретиться со своими друзьями и так далее. После завершения финального матча состоялась церемония награждения победителей. Кубки, медали и грамоты призерам вручил заместитель главы городской администрации Дмитрий Ганшин. Мне вот иногда задают вопрос, а где спорт в городе? Я говорю, на стадион сходите. Сходите на стадион и посмотрите, сколько здесь народу с утра, сколько здесь народу вечером и так далее. Дай бог, построим бассейн, еще плавать все будем. Спортивных площадок настроили, теперь будем продолжать это мероприятие. И турнир этот организованный нашим стадионом, он очень важен для всех. Для города в целом, да просто для вас. Просто собрались, побегали мужики взрослые и классно. Человек, увлеченный любимым делом, не имеет возраста в душе. Даже в свои 60 взрослые состоявшиеся мужчины вновь становятся азарными, азартными дворовыми мальчишками, когда выходят на футбольное поле. Складывалось для нас чуть-чуть неудачно. Я пропустил плюху, называется, да, бабочку. Так обидно стало перед ребятами, что потом пришлось отдуваться. Весь остальной матч я стоял намертво. Я их валил, ловил, не давал подходить к воротам. В общем, все было здорово. Регулярные занятия спортом позволяют ветеранам футбола сохранять, несмотря на возраст, хорошую физическую форму. К тому же серьезные спортивные нагрузки требуют придерживаться здорового образа жизни. Пример такого спортивного долголетия служит начинающим футболистам отличным образцом для подражания. Организаторы турнира руководства городского стадиона «Восход» планируют сделать подобные соревнования традиционными. При этом возможно расширить географические рамки чемпионата. Такое бы желание прозвучало и от приглашенных для участия в играх спортсменов из соседнего Большого Камня, как подтверждение лозунга, что спорт не имеет границ. Хочется выразить отдельную благодарность администрации города Фокина, тем людям, которые организовали данное мероприятие. Очень приятно прийти поиграть вечером, в футбол встретить друзей, о чем-то пообщаться, забить гол, даже если получится. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы эта традиция в будущем сохранялась, чтобы на следующий год это было то же самое, нас снова пригласили. Только хотелось бы, конечно, не в качестве уже игроков в отдельную команду, а, наверное, целую команду Большого Камня, которая также приняла бы хорошее посильное участие и, возможно, бы чего-нибудь выиграла. Но в целом, в общем, огромное спасибо организаторам этого турнира. Всего хорошего!